дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют всем привет с вами как всегда я дезертир и снова играю в нфс ран я занял в прошлый раз 99 место и в этот раз мне придется попотеть гленвуд спрингс да это довольно веселая карта ну чтож вот здесь у меня в прошлый раз когда я играл начались довольно таки неплохие проблемы но правда я не играл на вот этой машинке поэтому быть уверенным что у меня здесь сейчас начнутся такие же проблемы я не могу посмотрим проходит уличная гонка собственно это одна из частей проблемы по той причине что полицейские довольно сильные на рассмешают вижу что он побежден готов добить его ох как мог бы сейчас я писаться не вписаться то кончик ушел он слишком быстрый слишком быстрый 300 км в час я мы полбанули что ли ребят так 2 впереди 8 километров на их обгон сушки на этой тачке реально кстати проще здесь на зимней трассе прям великолепно серьезно прям для зимней трассы сделано не пошел бы ты нафиг дружочек так я помню что вот здесь всегда их догонял и здесь такой довольно неудобный нехороший поворот да отвяжись ты от меня чувак кто теряет управление я не умеешь нормально с управлением от меня не патруль заграждение не помню где у них там заграждение помню вот сюда черт хреново вспомнил немножко чуть-чуть совсем не вовремя 4 километра на обгон 4 3 километра на обгон 4 нормально в принципе на обгон должно хватить так я сейчас вообще как лечу что ли по дороге так там меня еще один обогнал кстати из малышей здесь тоже по-моему где-то было не очень хорошо сделано все это дело у гражданского врезался в полицейского остались последние буквально мими 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 минуты отвяжитесь отвяжитесь от меня тупые копы не хочу иметь с вами никакого общего дела так осталось пол километра всего пол километра чтобы я должен победить я это сделал я победил и того мы на восемьдесят девятом месте приближаемся так сказать к нужному пятидесятому экспи за гонку 1225 превосходно плюс 500 экспи и еще плюс 150 за повторы отлично продолжить за ран цезарь де ли он когда рос на улице в лос-анджелес он не всегда поступал правильно но с тех пор как он встретил прекрасную женщину в первый раз стал отцом его в жизни многое изменилось вместе с двумя братьями он участвует в гонке надеется что это поможет его семье жить достойно надо же это первый раз когда я что-то успел прочитать а нет уже второй так пока все более или менее но нормально скоростью 120 километров заходить такие повороты в принципе это норма так что надо просто вывести наверное этих ребят из игры особенно учитывая то что все они в одной команде это может немножко повредить вы понимаете о чем я так мне надо обогнать первого собственно это и есть цезарь насколько я понимаю что его брать это мне не особо доставляет проблему вот цезарь доставить может тем что он довольно шустро едет и не желает останавливаться тихо 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 нафиг ребятки нафиг вас нафиг 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 так у меня остается пять километров блин это хреново как минимум потому что я врезался в машину и меня обогнал один из братьев и второй это совсем хреново ну ладно кого я обманываю это не хреново просто обгоню их опять примерно вот так говоря как я это уже сделал прошлый раз и позапрошлый и позапоза миллиона он вписался в машину и даже не на миллисекунду ни на секунду вообще не затормозил что с ним не так и определенно должен тебя обогнать какого хрена ты так сильно гонишь серьезно серьезно да то есть я на максимальной скорости не мог его обогнать хотя я думаю что ламборджини определенно машина мощнее чем у него да я победил вот так вот весело все ребятки итого восемьдесят шестая позиция и чья то отобранная машинка 1740 хп 500 хп хотя хр наверное лучше сказать и 150 хр ну да ладно собственно следующая карта и о каких хп идет речь непонятно ну да ладно а если по честному то пройдено 1500 км средняя скорость 217 использованы повторов 12 а мы едим в аспе осталось 300 км успейте вовремя да помнится мне это не очень хорошая трасса просто у меня вопрос на какой скорости мне надо ехать чтобы успеть вовремя называется вы вашу мать серьезно? так вот там вот кстати вот видите вот такое место это означает лед на лед мне желание попадать нету там попадаем на лед лучше просто прекратить куда-либо поворачивать серьезно ребят лучше не поворачивайте лед очень опасен вот он справа и слева от меня вот что будет если вы будете поворачивать на льду тут к сожалению по другому то никак то и не сделаешь если уж подумать так езда по встречной набираем немножко нитро нам оно сейчас понадобится на льду нас опять заносит мы стараемся ехать прямо в рай ух осталось еще три пункта три ключевых пункта три ключевых пункта мать моя женщина блин это немножко напрягает поторопитесь мне главное говорят как будто я ребят сам не знаю что мне блин нужно поторопиться ладно успевать в последние секунды лучше чем не успевать вообще это ладно как я уже сказал этот раз еще нормальная а вот следующее вот где настоящий маразм ох сейчас как мне повезло просто вы не представляете ух так так пока нормально пока все хорошо здесь по моему просто по прямой походу я не успею я успел на последней секунде это полная жесть и того 855 за гонку превосходно плюс еще 500 и 155 за гонку за каждый из повторов ладно всем спасибо с вами был как всегда дезертир удачи и пока пока ребятки и так ну вот